О нет, кто-то вломился в дом месье Дюпона, проник в его кабинет и украл из сейфа несколько важных вещей. Вот две фотографии сейфа до и после кражи. Сможете найти пять вещей, которые украл преступник? Он украл пачку денег, билет в Лион, дорогие часы, ожерелье и золотую статуэтку. К несчастью для вора, Габриэль Дюпон на самом деле детектив в отставке. Отличный способ вспомнить старые времена. Габриэль решил осмотреть дом и поискать возможные следы преступника. Видите что-нибудь подозрительное на этой фотографии? На полу есть следы ботинок. Размер довольно большой. Это, скорее всего, следы мужчины. Теперь пойдем в коридор, куда ведут следы. Видите здесь что-нибудь подозрительное? На полу лежат осколки стекла. Это странно, потому что ни одно из окон не разбито. Возможно, вор разбил что-то, принадлежащее ему. Преступник проник в дом через окно. Габриэль решает исследовать сад. Видите тут какие-нибудь следы? Похоже, преступник в спешке уронил головной убор. Теперь настало время выслушать свидетелей. Накануне в доме было три человека. Жена Габриэля, Хлоя, их служанка Марии и садовник Адам. Каждый из них утверждает, что видел преступника. Но их рассказы кардинально отличаются. Хлоя говорит. Я шла по коридору и заметила тень в саду. Это был мужчина с длинными каштановыми волосами. Он убежал, как только увидел меня. Поэтому я подумала, что он просто проходил мимо. Мария рассказывает. Я шла на второй этаж и заметила тень. Это был высокий мужчина в очках и, кажется, лысый. Он заметил меня и проскользнул в окно. Было похоже, что он что-то уронил, когда убегал. Я сразу же позвонила вам, месье Дюпон. Адам говорит. Кто прав? Мари. Похоже, Адам увидел Хлою. А Хлоя заметила Адама, но они не узнали друг друга. Что касается Мари, она подумала, что мужчина был лысым, потому что на нем была кепка. Она также сказала, что на нем были очки. Вот откуда осколки. Габриэль просит Мари рассказать подробности. Она рисует портрет вора. Мужчина, средних лет, в головном уборе и очках. Преступник украл билеты в Лион. И Габриэль решает отправиться туда. Он едет в аэропорт на автобусе. По дороге он решает освежить свои навыки детектива. У кого из пассажиров нет билета? У ребенка, которого держит на руках, мужчина. Габриэль садится в самолет и решает еще потренироваться. Кто из пассажиров женат или замужем? Это девушка с кольцом на пальце. Габриэль прибывает в Лион. Он приходит в отель, чтобы спросить о преступнике. И ждет своей очереди, чтобы поговорить с администратором. Пока он ждет, можете угадать, кто из этих людей не турист? Этот парень. Он единственный, у кого нет чемодана. У него также нет с собой никаких сувениров. Наконец, приходит очередь Габриэля. Он подходит к администратору. Здравствуйте, говорит он. Я детектив, расследующий преступление. Не могли бы вы предоставить мне записи с вашей камеры наблюдения за последние несколько дней? Конечно, детектив. Но не могли бы вы сначала помочь мне раскрыть другое преступление? Мне кажется, моя собака украла несколько моих документов. Можете помочь администратору найти собаку? Вот она. Собачка прячется под лестницей в холле. Габриэль получил записи с камер за последние четыре дня. Сможете найти подозреваемого на этих фотографиях. Вот он. В первый день он приехал в очках, но без шляпы. Но посмотрите, через пару дней у него появилась новая шляпа и дорогой костюм. Вот человек, который мне нужен, говорит Габриэль, показывая на мужчину на фотографии. О, я его знаю, отвечает администратор. Он обычно отсутствует по ночам и возвращается только утром около десяти часов. Габриэль решает поселиться в этом отеле и дождаться возвращения подозреваемого. Отнеся свои вещи в номер, он садится решать логические головоломки перед сном. Первая из них простая. Вот она. Два отца и два сына нашли три апельсина и разделили их. Каждый получил по целому апельсину. Как это возможно? Это были три человека. Дедушка, папа и сын. Вторая головоломка сложнее, но Габриэль все равно легко ее решает. А вы сможете? Женщине нужно испечь шесть пирогов. Как она сможет сделать это за пятнадцать минут, если на сковороду можно положить максимум четыре пирога, а один пирог нужно выпекать по пять минут с каждой стороны. Шаг первый. Кладем четыре пирога на сковороду и выпекаем их в течение пяти минут. Шаг второй. Переворачиваем два пирога, убираем два других, кладем два новых пирога и выпекаем их еще пять минут. Шаг третий. Вынимаем два готовых пирога, переворачиваем два других, кладем два полуготовых пирога из первой партии и выпекаем их еще пять минут. Задача выполнена. В последней загадке есть подвох. Она звучит так. Глухонемой мужчина вошел в магазин, чтобы купить точилку для карандашей. Он приложил указательный палец к левому уху, а другой рукой сделал вращательное движение возле правого уха. Продавец сразу понял, чего хочет человек. Через некоторое время в тот же магазин зашел слепой человек. Как он объяснил продавцу, что хочет купить ножницы? Он просто сказал это вслух. Он был слепым, а не немым. Утром детектив просыпается и спускается в холл, чтобы дождаться подозреваемого. И тот действительно приходит в 10 часов 15 минут. Это мужчина средних лет в очках. Он смотрит на часы и говорит, о нет, мне нужно спешить, я уже опоздал на 15 минут. Габриэль тут же вскакивает. Это вы. Вы тот самый вор, который меня ограбил. Как Габриэль это понял? Часы, на которые смотрел подозреваемый, принадлежали Габриэлю. Нет, подождите, я, говорит мужчина, отступая, и вдруг бросается прочь. О нет, Габриэль начинает бежать за ним, но мужчина уже успел где-то спрятаться. Должно быть, он выбрал один из этих трех путей. Первую дорогу преграждает полицейская машина. Вторая дорога ведет переулок, настолько темный, что ничего не видно. Третья дорога перекрыта большой толпой людей. Подумайте, какой путь выбрал преступник? Вероятно, он выбрал третью дорогу. Конечно, он бы не стал бежать навстречу полиции. Кроме того, ему было бы очень опасно бежать в темноте. Вдруг он споткнется, упадет, и его поймают. Поэтому он выбрал толпу, чтобы слиться с ней. Габриэль замечает преступника в толпе. Он бежит за ним, но тот исчезает за углом. Габриэль следует за ним. Слева он видит центральную площадь города. В центре есть кафе. Справа он видит дорогу, ведущую в парк. Какой путь, скорее всего, выбрал преступник? Конечно же, тот, что ведет к центральной площади. В парке не так много людей. Преступник выглядел бы подозрительно, бегая по пустынным дорожкам. А если бы он сел в кафе, детектив бы сразу его заметил. Наконец, Габриэль попадает на площадь. Пока он бежал, ему удалось попросить помощи у полиции. Теперь ему нужно найти всех, кто похож на преступника, пока тот не сбежал. Сможете найти пять возможных подозреваемых? Вот они. Это мужчины в шляпах и очках. Полиция хватает подозреваемых и доставляет их в участок для допроса. Все они очень похожи друг на друга. К сожалению, преступник уже успел спрятать часы. Поэтому Габриэлю приходится искать другой способ опознать его. Кто же вор? Этот человек. У него на носу такая же бородавка, как у вора. Габриэль узнает преступника. Его настоящее имя Чарльз Уинстон. Я ничего не сделал, заявляет тот. Я начал убегать, потому что испугался. И у вас нет никаких доказательств, что я преступник. Правда? Габриэль предлагает полицейским осмотреть номер преступника в гостинице. Там они находят сейф. Пароль, слово из четырех букв. Рядом с сейфом также есть подсказка. 12, 13, 1, 5. Сможете ли вы назвать код? Пароль, клад. Цифры соответствуют порядковым номерам букв в алфавите. В сейфе оказывается золотая статуэтка Габриэля. К сожалению, это все, что там есть. Остальное преступник успел продать. Но самое главное для Габриэля – это то, что справедливость восторжествовала. Работая допоздна в сверхсекретной лаборатории, Майкл наконец-то сумел создать ДНК чудовищного существа. После тяжелой работы он решил быстро выпить чашечку кофе и съесть пончик в качестве небольшого вознаграждения. Но вернувшись, он увидел, что образец исчез. Майкл вызвал Райана, Джеффа и Лору и обратился к ним. «Кто из вас забрал важную сверхсекретную часть исследования, над которой я работал?» Райан сказал, что был занят дополнительными исследованиями по другому проекту и понятия не имел, что происходит. Джефф сказал, что не прикасался к существу и был в архиве, копаясь в файлах, которые ему были нужны. А Лора сказала, что все это время была в ванной. Итак, кто из них забрал образец? Майкл не упоминал, что имеет дело с чудовищем. Джефф сам себя выдал. В следующий раз нужно ее соображать лучше. Анна терпеть не может зиму. Но, как и все остальные, она должна выходить на улицу и заниматься делами. Она только что переехала в заснеженный город на работу и переживает одну из самых холодных зим. Но ей удалось добраться до торгового центра во время метели, чтобы быстро кое-что купить. Когда она вернулась к своей припаркованной машине, то обнаружила, что кто-то ее вскрыл и забрал вещи. Когда полиция нашла трех подозреваемых, каждый из них рассказал следующее. Франческо сказала, что полировала машину на улице и ничего об этом не знает. Нед сказал, что покупал одежду для своих детей, а Эрл заявил, что сидел в кафе на верхнем этаже торгового центра. Полиция арестовала подозреваемого. Кто это был? Франческо, как можно полировать машину на улице во время снежной бури? Это не только нелогично, но и небезопасно. Она сама себя выдала. Проснувшись, вы оказываетесь в ловушке в комнате с четырьмя дверями, которые находятся прямо перед вами. У вас мало времени, чтобы выбрать, какая дверь ведет к свободе. Вы слышите приближение монстра, поэтому быстро проверяйте двери. На левой двери висит табличка. Чтобы освободиться, выбери дверь справа. На второй двери также есть табличка. Это правая дверь. На третьей двери висит табличка. Свобода прямо перед вами. А на последней двери висит табличка. Не доверяйте знаком! Какую дверь нужно выбрать? Последнюю дверь. На ней говорится «не доверять знаком», но это не значит, что они лгут. Первая дверь говорит, что нужно выбрать дверь справа. Не обязательно последнюю. Просто справа. На второй двери написано «это правая дверь». Не столько правильная дверь, сколько правая. Как и на двери справа. Третья дверь говорит, что свобода прямо перед вами. Это прямо не имеет никакого смысла, не так ли? Итак, последняя дверь справа ведет к свободе. Мэйсон обрадовался, когда узнал, что в город приезжает его сестра Джейн. Он только что приступил к новой работе и не мог дождаться, когда она в первый раз приедет в гости. Джейн видела несколько красивых фотографий мест, которые посещал Мэйсон и тех, где он жил. Когда он забирал ее из аэропорта, то заметил что-то странное. Она отвечала как будто на автомате и казалась скованной в своих движениях. Она ничего не ела и только настаивала на том, что ей нужно отдохнуть. Странно. Может быть, он смотрел слишком много фантастики? Через некоторое время Мэйсон слышит стук в дверь. И к его удивлению, там оказывается Джейн. Но я думал, Джейн говорит ему, что Джейн в его квартире. Это самозванка! Когда Джейн выходит из спальни и видит другую Джейн, сидящую на диване, они обе приходят в состояние шока, и каждая из них пытается убедить Мэйсона, что она есть настоящая Джейн. Но кому поверит Мэйсон? Это вполне нормально. Приезжать очень уставше и хотеть отдохнуть. Но каким образом вторая Джейн узнала, где живет Мэйсон, если он об этом не сообщал? И она даже не вспотела, добежав до квартиры. В один прекрасный теплый день Вивьен, жившая в городке на берегу моря, решила в одиночестве отправиться на прогулку. Но после многочасового похода она оказалась в незнакомой ей части леса. Перед ней было три тропинки. На одной виднелись медвежьи следы. На другой — отпечатки обуви человека. А третья тропинка была у самой реки. Какую из них должна выбрать Вивьен, чтобы выбраться? Тропинка у речки. Поскольку Вивьен живет в прибрежном городе. Усть реки, скорее всего, впадает в море. Таким образом, она сможет выяснить, где находится. Мелисса едет в вагоне поезда с тремя другими людьми. День стоит жаркий, а кондиционер не работает. Джеймс начинает жаловаться и успокаивается только после того, как открывает окно. Мелисса кладет рядом с собой красный шелковый шарф, подаренный ей бабушкой. Джудит делает ей комплимент. Роберт, старший из них, упоминает, что забыл купить подарок жене, которая встретит его на вокзале. Джеймс влюблен в Джудит. Через некоторое время Мелисса идет в уборную, а вернувшись, видит, что ее шарф пропал. Кто из пассажиров его взял? Никто! День был жаркий, и Джеймс открыл окно. От ветра шарф из него вылетел. Диего со всех сторон окружили зомби, и он заперся от них в каком-то помещении. Он основательно застрял, и бежать ему некуда. Зомби уже внутри, и их руки тянутся к нему. Когда Диего осмотрелся, он понял, что находится в маленьком газетном киоске с журналами и книжками. Оглядевшись внимательнее, он находит рулон скотча. Как же ему избежать опасных укусов зомби? Единственный способ спастись — это обмотать журналы вокруг важных частей тела, чтобы зомби не смогли достать до него зубами. На улице достаточно светло, чтобы он смог убежать, не пострадав. Кроме того, у него будет что почитать в дороге. Эван заблудился в лесу, и ему повезло, что шел снег. Единственное, что обнаружила полиция во время его розысков, были четыре параллельные линии, ведущие в лес. «Что-то здесь не так», — подумали полицейские и решили опросить нескольких человек. Ник сказал, что ходил в магазин за продуктами. Ванесса сказала, что сидела с соседскими детьми. Кристина все это время была на работе. Выслушав эти истории, полицейские арестовали Ника. Почему? Ник был прикован к инвалидному креслу. Четыре параллельные линии были оставлены им, когда он ехал в лес и возвращался обратно. В начале учебного года Дэйв приступил к новой работе в качестве преподавателя информатики в местной средней школе. Другой его коллега-учитель, Рой, был этому не рад, потому что сам хотел получить эту должность. В конце дня в системе безопасности произошла утечка, из-за которой в сеть просочилось много важной информации о школе. Полиция допросила всех, включая Роя и Дэйва, и каждый из них рассказал свою историю. Дэйв сказал следующее. «Я проверял экзаменационные работы и все время находился в учительской». Рой сказал, «Я готовил домашнее задание к урокам, когда все случилось». Кого должна арестовать полиция? Кто из них лгал? Дэйв, в первый день занятий и экзаменов не бывает! Гаррет находится в затруднительном положении. Он в полицейском участке смотрит на выстроившихся в очередь подозреваемых, один из которых украл сумку Бет, когда она устраивала пикник в парке. Он внимательно смотрит на всех. Бет описала преступника как кого-то крупного, без волос и одетого в черную куртку. Все мужчины, выстроившиеся в ряд, соответствуют описанию. Гаррет смотрит на каждого и видит одну черту, которая отличает их друг от друга. Подозреваемый номер один носит бороду. Номер два одет в шорты. А номер три носит очки. Гаррет сразу же понимает, кого арестовать. Кого же из них? У подозреваемого номер один грязь на ботинках. У остальных обувь чистая. Он бежал по грязи в том месте, где Бет устраивала пикник. Привет! Мечта Димы вот-вот осуществится. Он стал стажером в полицейском отделе. Однако, чтобы стать настоящим детективом, ему нужно пройти испытание, которое состоит из сложнейших детективных загадок. А вот и первая задачка. На протяжении двух дней полиция пыталась найти Сашу. Молодой человек отправился в поход и не вернулся. Наконец, его удалось обнаружить. Кто-то ударил Сашу по голове и бросил лежать в кустах. Единственное, что успел произнести молодой человек, прежде чем потерять сознание, это слово «друг». В итоге у полицейских оказалось трое подозреваемых. И все они друзья Саши. Женя сказал, что последние три дня провел на работе, готовясь к конференции. Антон рассказал полицейским, что потянул лодыжку и пролежал четыре дня в постели. А Борис объяснил, что летал в Нью-Йорк по делам. Мужчина даже показал детективам свой посадочный талон. Кто же виновен в происшествии? Дима очень внимательный юноша. Он тут же заметил, что Борис показал всего один посадочный талон. Как он тогда вернулся из Нью-Йорка? Подозрительная история. А сейчас Диме дали листок бумаги с несколькими цифрами. Ему нужно определить, какого числа не хватает, потому что вся комбинация является ключом к сейфу с уликами. Они ему просто необходимы, чтобы разобраться со следующим делом. Пять, три, шесть. Пять, три. У Димы ушло совсем немного времени, чтобы догадаться, что не хватает цифры семь. Так у него получилась простая последовательность. Пятьсот тридцать шесть и пятьсот тридцать семь. Дима открыл сейф и увидел внутри папку с новым заданием. Богатый бизнесмен по имени Иван пропал прямо из своей спальни. Однако он успел оставить записку. В ней говорилось 6 августа, 2 мая, 3 июня, 1 января. Полицейские допросили людей, которые на тот момент находились в доме. Таня, жена Ивана, сказала следующее. «Я в ужасе. Мой муж всегда был таким осторожным. К сожалению, я ничем не могу вам помочь. Я была с родителями». Антон, секретарь Ивана, сообщил, что работал надчетом и не выходил из кабинета. А Роза, дочь Ивана, рассказала, что у нее были гости, и они ни разу не выходили из комнаты. Дело до сих пор не удалось раскрыть. Удастся ли это Диме? В исчезновении Ивана виновата его жена. 6 августа указывает на 6-ю букву в слове «Август» — «Т», 2 мая на 2-ю «А», 3 июня на букву «Н», а 1 января на «Я» получается имя Таня. На следующий день Дима допрашивал Марию, подозреваемую по делу о контрабанде. Девушка не желала давать показания. В какой-то момент она закричала «Сейчас я брошу свой телефон в чашку с кофе, и вы никогда не узнаете правды!» Но Диму совсем не обеспокоила угроза Марии. Почему? В чашке были кофейные зерна. Данные на телефоне были вне опасности. Чистильщик обуви был задержан и доставлен в отделение, где работал Дима. Мужчина не переставая кричал, что он честный человек и чистил обувь бесплатно. Те, кто хотел заплатить, делали это добровольно. Но вскоре Дима понял, каким трюком пользовался чистильщик. Мужчина чистил бесплатно только один ботинок. Никому не хотелось выглядеть неопрятно, поэтому людям приходилось платить за второй. Однажды начальник Димы позвонил своей жене и сказал, что придет домой в восемь, ведь у них все равно не было никаких планов. Мужчина вернулся домой почти вовремя, на часах было пять минут девятого. Однако жена была в ярости. Начальник растерялся и на следующий день попросил Диму объяснить, почему его жена так разозлилась. Тогда Дима сказал, «Ваша жена думала, что вы придете в восемь вечера, а не в восемь утра». Диму отправили патрулировать улицы города. Во время обхода он заметил странную картину. Из дома вышел мужчина с ведрами с водой. Вдруг он начал кричать, а потом вылил воду прямо на тротуар. Диме понадобилось время, чтобы понять, что произошло. Мужчина хотел помыть машину, но пока его не было, кто-то угнал ее. Кто-то ограбил банк. Полиция заподозрила, что один из охранников помогал преступникам. Диме необходимо было опросить трех охранников банка. Первый охранник сообщил, что услышал, как кто-то кричит, и побежал на шум. Но когда он прибежал, преступники уже скрылись. Второй охранник объяснил, что пил в это время кофе и ничего не слышал. А третий охранник сказал, что побежал за ворами. Но у него развязался шнурок на ботинке, ему пришлось присесть около запасного выхода и завязать шнурок. В тот самый момент дверь распахнулась и ударила его по голове. Когда он пришел в себя, преступники уже скрылись. Дима моментально понял, какой из охранников был виновен. А вы догадаетесь? Это был третий охранник. Все двери запасных выходов открываются наружу в целях безопасности. Диме нужно было опросить подозреваемую. Он ее еще не видел лично, но у него была фотография. Когда наш герой на нее смотрел, ему казалось, что что-то не так, но он не мог понять, что именно. А потом Диму вдруг осенило. Что же он заметил? Девушка находилась в доме, а дверь была заблокирована снаружи. Как же она выходила на улицу и попадала обратно в дом? Через окно на втором этаже? Вряд ли. Опасному преступнику удалось сбежать из башни высотой 46 метров, благодаря подельнику, который смог достать для него ножницы и веревку. Дима выяснил, что длина веревки составляла 23 метра, и преступник разрезал ее посередине. Будущему детективу осталось понять, как это помогло мужчине сбежать. Преступник действительно разрезал веревку посередине, но не поперек, а вдоль. Затем он связал две части и спустился без каких-либо проблем. У Димы появилось новое дело. В сентябре Миша купил машину, а всего месяц спустя автомобиль угнали. Подозреваемыми оказались четыре друга Миши. Преступление произошло в среду в 10 вечера. В то время Андрей играл в бомбинтон в парке. Наташа ехала домой с работы, Вася гулял с котом, а Аня ходила в магазин за продуктами. Кто же причастен к угону? Андрей, на дворе был октябрь, и в 10 вечера уже слишком темно, чтобы играть в бадминтон. Пропал очень важный документ, и Диме нужно его найти до возвращения начальника из отпуска. Молодому человеку известно, что его могли взять только три человека. Когда документ пропал, Артур находился в своем кабинете, размышляя над новым делом. Денис принимал душ перед тренировкой в зале, а Катя была на занятии по стрельбе. Кто же взял документ? Денис, кто принимает душ перед тренировкой? Служба безопасности получила информацию, что из аэропорта собирается вылететь контрабандист с партией золота, подозреваемого задержали на таможенном контроле. Но сотрудникам безопасности не удалось найти ничего подозрительного в его чемодане. Там лежало только несколько личных вещей. Мужчину пришлось отпустить. Но как только он поднял свой чемодан и пошел дальше, Дима понял, что золото в багаже все-таки было. Как он догадался? В чемодане лежало всего пара вещей, а значит, он должен был мало весить. Но мужчине пришлось нести его обеими руками, следовательно, в чемодане все-таки было что-то тяжелое. Рабочий день Димы закончился, и по пути домой молодой человек решил заехать в свою любимую кофейню. Но когда он заказывал капучино, кто-то украл его кошелек. Единственное, что ему удалось увидеть, это удаляющиеся фигуры мужчины. Дима побежал за вором, но тот быстро запрыгнул в черную машину и скрылся. Будущий детектив побежал в свою машину и начал погоню. К несчастью, ехать быстро было невозможно из-за дождя. Через 10 минут черная машина скрылась за углом. Когда Дима завернул за угол, он увидел три одинаковые черные машины, припаркованные у дома. Ему не составило труда понять, какой именно автомобиль принадлежал преступнику. Как ему это удалось, если он не успел разглядеть номера? Земля под первой и третьей машинами была сухой, а под второй влажной. Значит, ее владелец только-только вернулся. В отделении полиции пришел мужчина и Диму отправили поговорить с ним. Человек утверждал, что ему продали поддельную монету. Продавец сказал, что это древняя ценность и мужчина поверил ему. Придя домой, он понял, что его одурачили. Дима мельком взглянул на монету и тут же поверил мужчине. Почему? На монете была надпись пятнадцатый век до нашей эры. Люди, которые жили в то время, не догадывались, что новая эра наступит. Мечта сбылась. Испытательный срок Димы благополучно завершился и наш герой стал настоящим детективом. Рима пришла в супермаркет, чтобы купить арбуз. Перед ней четыре огромные ягоды, но только одна из них съедобна. Сумеете отгадать, какая? Первый арбуз это голограмма. Видите, мелькающие пиксели. Во втором вместо хвостика зеленая змея. Тоже не лучший выбор. А на четвертом арбузе видны трещины. Риме нужно выбрать третий. Однажды, холодным вечером, Игорь и Полина отдыхали в доме за городом. Игорь смотрел кино, а его жена наслаждалась любимой книгой. Но вдруг в доме отключили электричество. Игорь пошел спать, а Полина решила закончить книгу. Фонарика в доме не было, но это ее не остановило. Как такое возможно? Полина слушала аудиокнигу. Она есть в понедельник, вторник и пятницу, но ее нет в среду, четверг, субботу и воскресенье. Что это? Это буква И. Нина и Костя летят в Европу, где проведут недовый месяц. Полет занимает два с половиной часа. Спустя две недели пришло время возвращаться. Но на этот раз они провели в полете 150 минут. Хотя самолет летел с той же скоростью. Скажите, почему? Два с половиной часа и есть 150 минут. Карина и трое ее лучших друзей отправились в поход в джунгли. Они поужинали и легли спать. Утром Карина проснулась первой и обнаружила, что кто-то съел всю еду из сумки. Она решила спросить у друзей, что случилось. Денис сказал, «Я очень устал и сразу же уснул. Не знаю, что произошло». Лина ответила, «Ночью я ходила в туалет. Еда была там же, где мы ее оставили, в сумке под деревом». Вера заявила, «Я выходила ночью, чтобы посмотреть на звезды и съела одну шоколадку. Только одно честное слово, кто же съел всю еду?» Это обезьяна, которая прячется на дереве. Видите, следы возле сумки. Они точно не похожи на человеческие. Геннадий, декан в университете. Утром кто-то угнал его машину, а вскоре полиция обнаружила ее на соседней улице. Вор врезался на ней в столб и сбежал. Полиция просила трех подозреваемых. Елена сказала, «Утром у меня были занятия, а потом я ушла на прогулку с друзьями». Борис ответил, «Я проверял контрольные». Павел ответил, «Я не пожал в университет, а весь день провел у своей девушки». Сможете отгадать, кто угнал машину? Это Елена. Присмотритесь, в салоне можно заметить ее сережку. Жене и Жанне в сумме 49 лет. Возраст Жени в два раза больше возраста Жанны, когда той было столько же лет, сколько Жанне сейчас. Сколько лет с сестром? Жене 28 лет, а Жанне 21. Лиза любит виноград, но не картофель, кабачки, но не салат, горох, но не лук. Следуя той же логике, что предпочтет девушка – тыкву или яблоки? тыкву, потому что Лиза любит то, что растет на лозах. Какое из слов отличается от остальных и почему? песенник, потому что остальные слова – это анаграммы. В конкурсе участвовали двое, им нужно было что-то задержать. Наконец-то жюри объявило победителя. Им оказалась женщина, у которой были связаны руки и ноги. Но как это возможно? Все просто. Участникам нужно было задержать дыхание. Победил тот, кто сумел продержаться дольше. Рита думает о слове из семи букв. Начало – голос птицы, конец – на дне пруда, а целое в музее найдете без труда. Что же это за слово? Это слово «картина». Элина смотрит на Никиту, а Никита смотрит на Машу. Элина замужем, а Маша нет. Женатый человек смотрит на неженатого? Да или нет? Или информации недостаточно, чтобы ответить? Правильный ответ – да. Здесь возможны две комбинации. Если Никита женат, то Маша, которая не замужем, смотрит на него. Если Никита не женат, у него есть Лина, которая замужем. В таком случае она смотрит на Никиту, который не женат. Пять друзей ели яблоки, Аня доела перед Ваней, но после Кати. Да, Аня доел перед Евой, но после Вани. Сможете угадать, в каком порядке ребята съели яблоки. Катя, Аня, Ваня, Даня и Ева. Костя охраняет парковку перед супермаркетом. Однажды на работе он заметил, что кто-то припарковал машину на проезжей части. Парень опросил четырех девушек. Дамы, чья это машина? И все четыре ответили не моя. Костя осмотрел автомобиль и сразу же вычислил владелицу. А вы сможете? Это первая девушка. Только у нее с собой нет сумочки. Она осталась в машине. Вечером Андрей вернулся домой и увидел, что его машина испорчена. Он решил расспросить своих соседей по комнате, чтобы узнать, что случилось. Дима ответил, я не трогал твою машину, я гулял с собакой. Миша сказал, это не я, я играл с другом в футбол. А Илья заявил, сегодня был обычный день, я просто заходил к соседям. Кто лжет? Илья, он сказал, что проводил время с соседями, но в заброшенном доме явно никто не живет. Да, и царапина на его щеке говорит о том, что он попал в аварию. Соня крепко спала, когда в ее квартиру пробрался вор. Он запер девушку в ванной и велел сидеть тихо, а потом начал собирать деньги и украшения. Вдруг в доме зазвонил телефон. Грабитель заставил Соню взять трубку и сделать вид, что все в порядке. Девушка ответила на звонок, это был ее муж. Она сказала, о, привет, дорогой, это срочно? Вызови такси, когда приземлишься, я приготовлю твои любимые блюда, это же скорая помощь после тяжелых командировок. Девушка повесила трубку. Через десять минут приехала полиция и вора арестовали. Но как муж Соню узнал об ограблении? Соня нажимала на кнопку выключения микрофона. Таким образом ее муж услышал только срочно вызови помощь. Конечно же, он сразу позвонил в полицию. Кирилл очнулся в странном подвале и увидел три двери. У него только одна попытка выбраться. Если он зайдет в какую-то дверь, пути назад не будет. За первой дверью скрывается комната с оголенными проводами, которые свисают с потолка и мокрым полом. За второй дверью комната наполнена водой, в которой плавают пираньи, а за третьей дверью идет ядовитый кислотный дождь. Какую дверь лучше выбрать? Первую. Кириллу ничего не угрожает, если он не заденет провода и не наступит в лужу одновременно. Егор позвонил своей жене Яне и сказал, что будет дома вечер, они не планировали ничего особенного. Но когда парень вернулся на две минуты позже семи, Яна была в ярости. Почему? Что случилось? Она подумала, что муж будет дома в семь вечера, а он приехал только в семь часов две минуты утра. Когда послезавтра станет вчера, сегодня будет так же далеко от среды, как и сегодня, когда позавчера было завтра. Какой день будет следующим? Сумеете отгадать? Это четверг! Ваня и Даня фокусники. Сегодня вечером они выступают в двух клубах на одной и той же улице, но один из них не настоящий. Кто? Даня! Внимательно посмотрите на него. Справа вы увидите бейджик работника ресторана с именем. Скорее всего, это официант, который пришел вместо настоящего фокусника. Обезьяна, белка и птица пытаются добраться до вершины кокосовой пальмы. Кто первым достанет банан? Обезьяна, белка или птица? Никто! Потому что бананы не растут на кокосовых пальмах. Ира готовит ужин. У нее есть газовая плита, дровяная печь и угольная. Но подходит только одна. Что Ира должна зажечь прежде всего? Спичку! Вы водитель автобуса! Девять человек зашло в автобус, трое вышло. Затем зашло еще два один вышел. Наконец еще четыре человека зашло, два снова вышли. Сколько лет водителю автобуса? Столько скажи, сколько и вам. Помните, ведь водитель вы! Ладно, вы супер сыщик. Этот детективный челлендж состоит из трех уровней. Каждая следующая загадка сложнее предыдущей. Чтобы добраться до конца и узнать результаты, вам нужно будет сконцентрироваться и использовать все свои детективные навыки. Уровень 1. Антон живет на юге города. В 20 минутах езды от университета. Дом Марка находится на севере и немного ближе. Всего в 10 минутах езды. Их занятия начинаются в одно и то же время, и ребята всегда встречаются в парке по дороге на занятия. Кто обычно находится дальше от здания университета, когда это происходит? Молодые люди встречаются в одной точке. Это значит, что они находятся на одинаковом расстоянии от здания университета. Таможенники Миланского аэропорта заметили, что один человек выезжал за границу по меньшей мере несколько раз в неделю. Они начали подозревать, что он контрабандист, но не могли понять, что же он перевозит. У него всегда был с собой чемодан или сумка, но внутри никогда не было ничего запретного или дорогого. Только через несколько месяцев, когда к команде присоединился новый таможенник, загадку удалось разгадать. Какую контрабанду перевозил мужчина? Он занимался контрабандой дизайнерских чемоданов и сумок. Детектив преследовал преступника, который украл его часы. Этот человек, детектив не видел, мужчина это или женщина, подбежал к зданию больницы и исчез внутри. Когда детектив забежал в дверь, он увидел двух врачей, осматривавших пациентов. Один из медиков, вероятно, и есть преступник. Но кто же? Это женщина слева. Она не вставила стетоскоп в уши. Маленький Петя знал, что его старший брат Филипп получил немного денег на день рождения. Но как Петя не старался, он не мог их найти. Однажды, когда Филиппа не было дома, мальчик прокрался в комнату брата. Денег там не оказалось. Зато Петя нашел карту. Старший мальчик спрятал деньги в саду. Петя следовал инструкциям. Десять шагов влево, пятнадцать вправо, затем восемь прямо. Они должны быть здесь. Мальчик начал копать. Он потратил впустую два часа и ничего не нашел. Неужели Филипп подшутил над младшим братом? Шаги Пети были намного меньше, чем у брата. Вот почему он копал не в том месте. Уровень два. Была середина рабочего дня, и Елена находилась в офисе. Внезапно система безопасности сообщила, что в ее дом кто-то проник. Женщина позвонила в полицию. Она была уверена, что незваного гостя подослали ее конкуренты. Елена подумала, что ему нужна карта памяти с информацией о ее новом проекте. Когда приехали полицейские, они действительно обнаружили в доме мужчину. Его обыскали, но карту памяти не нашли. Проглотить ее он не мог. Куда же подевалась карта памяти? Мужчина тайком засунул карточку в карман одного из полицейских. А когда закончился обыск, преступник ее забрал. Управляющий горнолыжным курортом внезапно пропал. Полиция подозревает трех человек, которые остановились в отеле. К сожалению, никто не может найти ни одного из этих людей. Они, вероятно, на склонах катаются на лыжах. Полицейские решили не терять время даром и осмотреть их номера. Взгляните на вещи подозреваемых и скажите, кто из них стоит за исчезновением менеджера. Это Дима. Он единственный, у кого нет теплой одежды. Зимнего спортивного снаряжения и экипировки. Это значит, что он приехал на курорт не для того, чтобы отдыхать. Евгений – богатый путешественник. Остановился в небольшом, но дорогом отеле на берегу моря. Во время сильной грозы с ураганным ветром отключилось электричество. Все вокруг погрузилось во тьму. Люди пробыли без света не менее двух часов. Наконец, проблема была решена. Но Евгений обнаружил, что во время переполоха у него пропал бумажник с большим количеством наличных и всеми банковскими картами. Приехала полиция и допросила людей, которые в это время находились в гостинице. Виктор, администратор, сказал детективу, что был в подвале. Он пытался запустить аварийный генератор. К сожалению, ему это не удалось. Нина, еще одна гостья, сказала, что приехала за час до отключения и была совершенно измотана дорогой. Она зажгла несколько свечей, распаковала вещи, умылась и легла спать. Григорий, работавший в отеле водитель, сказал, что был в аэропорту. Прилетел новый гость, и его нужно было забрать. Полицейские сразу же поняли, кто сказал неправду. А вы сможете? Отключение электричества было вызвано сильной грозой и ураганным ветром. Самолеты в такую погоду не летают. Тогда как кто-то мог прибыть на самолете? Григорий солгал. В 22 веке роботы живут среди людей. И в этом нет ничего необычного. Но иногда они так похожи на людей, что работа детективов существенно осложняется. Судите сами. Эдуард, опытный полицейский, должен выяснить, кто из трех подозреваемых виновен в краже личных данных. Он точно знает, что преступник – робот. Но кто здесь не человек? Это девушка в середине. У нее на шее есть USB-порт. Уровень 3. Маша должна была принять участие в очень важном спортивном соревновании. Но за несколько дней до этого события ее бойфренд Костя узнал, что девушка исчезла. Она оставила записку. «Прости, мне пришлось уйти. Мы больше никогда не увидимся. Пожалуйста, позвони моей сестре Жанне и ее номер телефона. 19-1-26-1». Удивленный сообщением Костя пошел в полицию. «Я думаю, что Машу увезли против ее воли и заставили написать эту записку. Она единственный ребенок в семье, и у нее нет сестры». Полицейские начали расследование. Они нашли трех человек, которые могли стоять за исчезновением. Света, соперница Маши, сказала, что находилась в доме своей матери и отдыхала перед соревнованиями. Саша, тренер Светы, сообщил, что провел весь день в спортзале. А Игорь, тренер Маши, рассказал, что плохо себя чувствовал и находился в постели. Кто из них что-то знает о местонахождении Маши? В своей записке девушка написала не номер телефона, она закодировала имя преступника. Саша, указав на номер каждой буквы в алфавите. У Жени была мечта. Она хотела стать ассистентом своего профессора. Этот человек был известным и талантливым ученым. Мужчина знал, что Женя умная девушка, но прежде чем предложить ей эту должность, он решил устроить испытание. Профессор отвел Женю в дом с двумя комнатами, совершенно изолированными друг от друга. В одной комнате было три выключателя, а в другой горели три лампочки. Девушке пришлось остаться в комнате с выключателями. Ей разрешили выйти в другую комнату только один раз. Она должна была понять, какой выключатель подключен к каждой из лампочек. Жене удалось справиться с этой задачей. Что она сделала? Она включила первый выключатель и подождала минуту. Затем она его выключила. После этого она щелкнула вторым выключателем и вошла в комнату с лампочками. Одна из лампочек горела, она была подключена ко второму выключателю. Женя потрогала оставшиеся лампочки. Теплая была подключена к первому выключателю, а холодная – к третьему. Николай жил на шестом этаже многоквартирного дома. Однажды мужчина пил кофе на балконе. Внезапно он заметил женщину на восьмом этаже в здании напротив. Она открыла окно и с огромной силой что-то швырнула. Не прошло и минуты, как Николай вскочил на ноги и побежал вызывать скорую помощь. Вскоре медики отвезли женщину в больницу. Что она выбросила из окна? Это был бумеранг. Ну а что, вам никто не обещал, что все эти люди будут с семи пядей во лбу? Не хотите разгадать еще одну головоломку, более сложную? Взгляните на это. Что это значит? Безопасность в цифрах Если вам удалось пройти первый уровень, ваши логические навыки лучше, чем у многих. А регулярный просмотр детективных фильмов поможет их отточить. Если вы прошли два уровня, поздравляем! У вас отлично развито аналитическое мышление. Уделяйте больше внимания деталям и достигнете совершенства. Если вы прошли все три уровня, браво! Так держать! Очень немногие способны дойти до этой точки. Наверняка к вам обращаются за советами в сложных ситуациях. Потому что вы легко можете найти решение любой проблемы.